Saeco выпустил великолепный сет из кофемашины и кофемолки под эспрессо. В них прекрасно все. От невысокой для техники такого уровня цены до винтажного вида. Этот набор можно купить просто потому, что это красиво. Но Saeco 50 серии не просто украшение кухни, а полноценный сетап для продвинутого хоум-бариста. Приподнимая кропку с кофемашины, я сразу ощутил, что это серьезная штуковина. 18 кило нет, а оттягивали руки примерно на пару тысяч евро. Хотя кофемашина стоит всего 1000 евро, что выгодно отличает ее от конкурентов. В коробках, кроме пенопласта и бумажных мануалов, мы обнаружили набор сид для холдера. Двойное, одинарное и силиконовая заглушка для чистки групп. Есть скромный, но вполне работоспособный тембер и даже питчер классической формы объемом примерно полулитра. Сделаем первый старт. Часть корпуса сверху снимается как крышка. Под ней бак для воды. Его можно вынуть, либо заполнить водой не вынимая. Как вам удобно, разницы никакой нет. Объем 2,5 литра. Это очень много, то есть удобно. Насколько удобно? Примерно на 100 эспрессо. Не считая пролива. Или на 50 капучино. В нижней части бачка есть специальный клапан, который не дает воде вытекать, когда он вне машины. Когда вы его ставите на место, вода заполняет систему. Верхняя поверхность кофемашины работает как барбекю, нагревая чашки и ограждена стальными бортиками. В хоппер кофемолки влезает почти полкило кофе. Хоппер это бункер для зерен, так называется. 500 граммов кофе. Это порядка 50 эспрессо. Включаем кофемашину и ждем, пока вода автоматически заполнит систему. Слева небольшой светящийся круглый экранчик, похожий на иллюминатор. Когда система заполнится, бойлер нагреется до нужной температуры и будет выпущен лишний пар, на экранчике появится надпись READY, то есть готов. Берем чистый, прогретый и обязательно сухой холдер. Ставим его в зону раздачи кофемолки. Включаем. Откроем заслонку, чтобы зерно попало в жернова. Гриндер мелет негромко и достаточно быстро. Степень помола регулируется кольцом с 30 позиций. Выключать можно автоматически. Кофемолка реагирует на холдер. Или вручную, как вам будет удобно. Трамбуем кофе темперами из набора и пробуем приготовить эспрессо. Пролив включается олдскульным рычагом. Стрелочный манометр показывает рабочее давление, а экранчик выводит информацию о температуре от PID-контроллера. Пропорциональный интегрально-дифференцирующий, то есть PID-регулятор, это устройство в управляющем контуре с обратной связью. В данном случае термопары выдают данные, согласно которых автоматически регулируется работа нагревательных элементов. Три термопары и две вибропомпы обеспечивают стабильную термодинамику всех процессов, от нагрева воды до взбивания пары молока. Особое внимание уделено экстрагированию эспрессо. Вот так готовит машинка из коробки. Правда, вкусно выглядит. Слева от группы кран выдачи горячей воды. Кран подвижный, подходит для разной посуды. Подача воды регулируется механическим вентилем. Диаметр холдера 58 мм, что позволяет использовать любые аксессуары сторонних производителей, от сделанных вручную температуру до корзину, отверстия в которых прожигались лазером с молекулярной точностью. Справа от группы пароотвод и такой же вентиль, как и на кране с горячей водой. Паром можно пользоваться параллельно с проливом, но мы не стали подъигружать кофемашину. Лучше потерять 30 секунд времени, но выиграть во вкусе. Сперва выдуем паром лишний конденсат. Лишняя вода в молоке нам не нужна. Резиновая держалка позволяет установить пароотвод под тем углом, который для нас максимально удобен, не обжигая руки. Диаметр пароотвода тоже из стандартных, а значит форсунку можно накрутить не штатную, а какую душе угодно. Но мы работаем со стандартной, которая в наборе. Давление вполне приличное, молоко взбивается абсолютно нормально и не требует каких-то танцев с бубном. Главное, чтобы молоко было свежее, с высоким содержанием белка и холодное. Если вы уже умеете взбивать молоко, то получится с первого раза. Если пока не умеете, потренируйтесь на воде, посмотрите обучающие ролики в ютубе или запишитесь на курсы баристов. После взбивания не забывайте сразу же продуть пароотвод и протереть его чистой влажной салфеткой. Питчеров желательно иметь два, чтобы переливанием перемешать тяжелое молоко и легкую пену до однородной консистенции. Если все сделать правильно, то получится не только вкусно, но и красиво. Используйте свежеобжаренное зерно, чистую воду и прямые руки. Техника позволяет готовить кофе получше, чем в некоторых кофейнях. По нашему скромному мнению, Saeco SE50 – прекрасная эспрессо-машина, а Saeco M50 – идеально подходящая к ней кофемолка. Комплект создан для кофейных энтузиастов, которые любят получать удовольствие от процесса и вкладывать душу в каждую чашку кофе. Субтитры создавал DimaTorzok